Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги «Иудивь», читаю русский синодальный перевод, старый, традиционный, нового, хорошего не нашел для библейского портала «Экзегет». Итак, у нас с вами развивается напряжение, нарастает, развивается действие. У нас войско ассирийское стоит на границах Израиля, Израиль готовится сопротивляться, Израиль уже заложил узкие горные проходы, укрепил города, запасся продовольствием, собрал войско, но силы неравны. То есть, выстоять в этой войне шансов никаких, если только Господь не поможет. Причем это понимает и один человек из лагеря Алаферны, из лагеря ассирийцев, это Ахиор, предводитель Аманитян. Он знает уже по опыту, что когда за израильтян выступает их бог, израильтяне непобедимы. Алаферну, собственно, на это и намекает. Но, слушайте, кто хочет слушать такие речи, мы, говорит окружение Алаферны, мы самые крутые мужики на свете, а здесь еще очень-очень мужская история. И при чем здесь какой-то бог? Когда утих шум вокруг собрания, а тут вот собрания, они обсуждают эти свои планы. Алафер, начальник войска ассирийского, сказал Ахиору, пред всем народам и наплеменных, и всем сынам Мавы. Кто ты такой, Ахиор, с наемниками Ефрема, что напророчил нам сегодня и сказал, чтобы мы не воевали с родом израильским, потому что их бог защищает? Кто же бог, как Невуходоносор? Он пошлет свою силу и сотрет их с лица земли, и бог их не избавит их. Вот здесь мы уже не раз говорили, что иудив, это скорее литературный такой текст, притча. Невуходоносор объявляется единственным богом на свете. Так не было на древнем Ближнем Востоке. Конечно, все эти империи очень прославляли своих царей, правители часто называли их богами, это да, но не единственными. И как раз ассирийский, или вавилонский, или персидский, или царь и правители обязательно поклонялись своим богам. Но вот здесь немножко заострена эта тема, немножко преувеличена тема божественного начала в самой империи. То есть, вообще-то, никто не бог, кроме императора. Ну, можно, конечно, это официально не провозглашать, но вот по сути, да, наша империя – это высшая ценность, наш правитель – это единственный, чье мнение нас интересует, единственный, кто вершит судьбу мира. «Но мы, рабы его, науходоносора, поразимых, как одного человека, не устоятим против силы наших коней. Мы растопчимых, горе их упьются их кровью, равнина их наполнится их тропами, и не станет стопа ног их против нашего лица. Но гибелю погибнут они, говорит царь, науходоносор, господин всей земли, ибо он сказал, и не напрасны будут слова повеления его». Круче нас никого нету. Да, вот любая империя, в принципе, старается этот тезис продвинуть, это оправдание ее существования. Правы ли мы, хороши ли мы, делаем ли мы добро, это абсолютно никого не интересует, но мы самые крутые. «А ты, Ахиор, наемник Амона, высказавший слова эти в день неправды твоей, от сегодня не увидишь больше лица моего, доколе я не отомщу этому народу, пришедшему из Египта». То есть такая как бы немилость, да, не хочу тебя даже слушать больше, Ахиор. Ахиор был тот, кто Аллаферну говорил, напоминал, если Бог с ними, то ты их не победишь. «Проверь, проверь, не отступили ли они от Бога, тогда удастся победить». «Когда же я возвращусь, меч войска моего и толпа слуг моих пройдет по ребрам твоим, и ты падешь между ранеными их». То есть вот сначала я держу над ними победу, а потом и с тобой расправлюсь. Вот империя еще очень неблагодарна бывает, да. Ахиор ведь говорил правду. Более того, он не сомневался в способности сирийского войска победить израильтян. Он маленькое такое давал уточнение, только если их не защитит Бог. Он предупреждал. Но, слушайте, когда тут разгул вот этого вот «ура», то никакие возражения не принимаются, более того, считаются оскорбительными. Вот этот такой мужской подход, мужланский, лучше сказать, чем мужской, да, он на самом деле ослепляет человека. Да, вот когда человек только думает о том, или целое государство, целое войско думает только о том, как свою крутизну продемонстрировать. Уже начинается неадекватное абсолютно решение. Итак, толпа слуг моих пройдет по ребрам твоим, и ты падешь между ранеными их. Рабы мои отведут себя в Нагорную страну, а стоят в одном из городов на высотах. И ты не умрешь там, доколе не будешь с ними истреблен. Если же ты надеешься в сердце твоем, что они не будут взяты, туда не спадет лицо твое. Я сказал, и ни одно из слов моих не пропадет. То есть, вот давайте мы тебя отправим как раз туда, где ты думаешь, что мы не дойдем в это место, и проверим, да, убьем тебя вместе с ними, когда придем. Но не убьем, так тебе повезло. И приказал Аллаферн рабам своим состоявшим Шатриеву взять Ахиура, отвезти его в Витилу и предать руки сынов Израиля. Смотрите, он своего самого верного помощника и советника отдает своим врагам просто так, потому что совет не понравился. Потому что всякий, кто не говорит ему восторженной лести, объявляется им врагом. Вот на этой неадекватности государство и гибнет обычно. Рабы его схватили, вывели его за стан на поле, а со среды равнины поднялись на горную страну и пришли к источникам, бывшим над Витилуев. Витилуев – это пограничный городок, да, то есть иудейское селение, вот первое селение на пути Аллаферна. Тогда увидели их жители города на вершине горы, то взялись за оружие свои, выйдя за город на вершину горы, все мужи и пращники охраняли восход свой, то есть подъем на горы, и бросали в них каменьями. Вот, а израильтяне не тратят время на всю похвальбу, у них очень тяжелая ситуация, им надо занять позиции и приготовиться к обороне, что они и делают без этой всей похвальбы. А они, а сирийцы, подойдя под гору, связали Ахер и оставив его брошенным при подушевой горе, ушли к своему господину. Ну, вот так вот его на нейтральной земле бросили. Прямо вот такое напряженное повествование, видишь этих всех деятелей, да, видишь израильтян, которые мрачно сосредоточенно готовятся к смертному бою, а сирийцев, которые так, да, нате вам этого несчастного. И вот прямо начинаешь понимать, вот за кем на самом деле сила, да. «Сыны же Израиля вышедшие из своего города, остановились над ним, развязав ее, привели в Ветилу и представили его начальником своего города, которыми были в те дни Озия, сын Михи из колена Симеонова, Хаври, сын Гафаниила и Харми, сын Милхиила». То есть тогда, видимо, люди знали, от кого происходит, кто кому родственник, вот это важно. И потрясающе, вот мы, когда читаем исторические повествования, обычно там действуют только великие герои и там какие-то правительные начальники. А тут вот просто, кто в этой Ветилуе тогда был старшим, да? Ну, кто у нас был в каком-нибудь маленьком городке, который в время Великой Отечественной войны освободили там, я не знаю, руководителем местным, да? Да обычно это даже в голову люди не берут. А здесь важно, потому что это история, вот история нашего рода. Смотрите, наш там прапрадедушка, вот он это все делал, это с ним происходило, или с соседом его. Они созвали всех старейшин города, сбежали из собрания все юноши, их и жены, и поставили их юры среди всего народа своего. И Озия спросила его о случившемся. Вот перебежчик выдает, насколько серьезная ситуация. Он в ответ пересказал им слова собрания Аллаферного и все слова, которые он высказал среди начальников сынов Ассура и все высокомерные речи Аллаферного о Доме Израиля. Ну и что сделают в этой ситуации, да? Перебежчик такой, 22 июня 41 года, там какой-нибудь немецкий солдат переплывает реку и говорит, вот через два часа там нападут, наши нападут. Что делать? Ему, к сожалению, не верят, но такие истории реально были. А если бы поверили, то, наверное, бы там заняли оборону. А что делают израильтяне? «Тогда народ пал, поклонился Богу и возвал, Господи Божий Небесный, возри на их гордыню и помилуй смирение рода нашего и презри на лицо освященных тебе в этот полдень». Вот главный принцип, да? И раз уж я провожу такую параллельную, был один поэт, который в 41 году написал стихотворение «Господи, вступись за совет и защити ты нас от высших рас, потому что все твои заветы Гитлер нарушает чаще нас». Вот это абсолютно тот самый подход, да? Вопрос не в том, у кого войско сильнее. Вот если бы у израильтян было очень сильное войско, наверное, они могли бы как Аллаферн думать, ну, мы их одной левой сборим, да? Если бы за ними там стояли великие союзники, там Египет поднялся, прислал войско, хотя у нас тут в этой книге Египет, он тоже подчиняется Вавилону или Ассирию, или не подчиняется, но не самостоятельно действует. Наверное, они бы тоже могли, а вот когда ничего другого не остается, да, когда вот катастрофа кажется неминуемой, Господи, посмотри на их гордыню и наше смирение. Вот то оружие, которое остается у бессильного. Их гордыня и наше смирение. На самом деле, часто в жизни ровно так-то и выглядит, и смиренно и побеждают. И у Тишеляхиора расхвалили его. Надо же, а он вообще-то их врагам советовал. Потом Озия взял его из собрания в свой дом и сделал пир для старейшины. Целую ночь ту они призывали Бога и Израилева на помощь. Вот смотрите, Ахиор не менее важный герой этой книги, чем Юдив или Аллаферн. Это язычник, который вообще-то враг Израиля, да, но трезвый враг. Вот здесь есть такая пара Аллаферн, ослепленный своим величием, своим всесилием, своей гордостью, своим желанием победы. И Ахиор, да такой же, но только трезвый, да, он тоже хочет уничтожить израильтян, но он в конечном итоге понимает, что за ними правда. Он не хочет переходить на их сторону. Он хочет их уничтожить, хочет погубить, а в результате оказывается среди них, и они его принимают, да. То есть, какая-то внутренняя человеческая трезвость, твердость, она приведет его в правильный лагерь, даже против его воли. Потому что он, в конце концов, будет выбирать между пустой похвальбой, между вот этим безумным превозношением и трезвой оценкой действующей ситуации. И окажется в правильном лагере, даже не желая того. Вот это очень интересная история Ахиора, такого врага израильтян, который стал фактически одним из них, против своей воли, просто потому что говорил то, что думает. Ну, в седьмой главе у нас будет продолжаться вся эта военная история, вот все это напряженное противостояние. Да, вот мы видим прямо, да, действительно, вот сейчас начнется нашествие, вторжение, сейчас все будет очень плохо. Или удастся как-то отбиться, как же, как же, как же. Седьмая глава вот еще и еще развивает это напряженное ожидание.